Ребятки, всем здрасте! Как всегда на канале Пиратская жизнь. Ну что, я, как говорится, делаю вкусняшку одну, а Лан делаю вкусняшку другую. Так что сейчас мы будем делать вот такую вот вырезку, вырезку. Делать мы будем в беконе. Вот у нас такая вот обмазка будет. Майонез, горчичка, чесночок. Вот это горчичка, остатки. Мы нашли классный рецепт, думаю... Но мы его немножко модифицировали, да? Вот хотим сделать вот так вот. Сейчас порежем на равные части, на 8 кусочков. Лан, что-то после обеда придремал, придремал, еле подняла. Вот так вот. Развонялась, развонялась. Да-да-да, развонялась, развонялась. Пока сделаю этот соус, горчичка, майонезик немножко. А он пускай пока режет. Совсем обленился соусом. Ты-да. Ты-да-да-да-да. Это у нас закончилось уже. Горчичка наша. Как мы будем делать-то, расскажи. Скажи, а? Ну а что я-то? Что твой рецепт-то? Да. Да, спрашивай, зачем ты мне нужен? Если ты вот уже ничего не делаешь, потому что я даже не готовишь. Да, конечно. Смотри, какая горчичка. Что, он как-то не прорезывал, что ли? Пленки еще срезаешь? Ломан срезает пленки, да, как он прочитал. Чтобы все было красиво, а? Нет? Да. О, кстати, горчица тоже такая. Ядрё, да, хорошее. Ой. Я думаю, сок хватит? Как считаешь? Обмазать немножко. Я думаю, хватит. Так, еще сюда добавляем майонез, жирный, вкусный майонез, раздражитель поджелудочный, жирный, майонез, 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 майонез. Нам соус нужен чисто для обмазки. И все. Для обмазки? Да. Ну, мы тут все этот смотрим, как его. Я робот. Кстати, хороший такой фильм. Старенький уже. Так. Ну, хватит уже там обрезать. Режь давай. Режь давай. Все. Красота. Есть кетчуп Неста, есть горчица Нест. Гулять пошел. Гулять пошел. Ручка сполосная. Ну, понятно. Ладно, ладно. Сонный. Все. Ой, свой шеф-нож взять. Свой шеф-нож. Ой, да что ты будешь делать? Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Все, красивый шеф-нож. Режь примерно на 8 частей. Без сопливых. Без сопливых. Не проснулся еще. Да разрежь пополам, а потом уже на 8 частей. Не надо так мелко. Мелко ты режь. Мне кажется, мелко. Не сбрайся. Вот сюда складывай. Да, если вот сейчас буду. Разрежь пополам, а потом будешь уже ровно делать. Тогда получится. Лов, сделай как роллы. Режь пополам. А зачем пополам? Чтобы ровно все получилось. Чего? И так ровно. Где ты увидал? Не, блин, ровно. Ну, делай как лучше. Я бы сделала лучше. По цели, по цели. Так. Слышь ты, отец, мать. Бочоночком делает. Идеалист. Ты по линеечке меришь или как? Бочоночки свои. А? А? Палан Палыч. На глаз. На глаз? На чей? На твой. На мой? Понятно. Такие вот бочоночки у нас получаются. Вырезочка. Потом еще каждый будем обворачивать бякончиком. Что-то совсем маленькие. Мне кажется, они жарятся будут как медальон. Может, было потолще. Хотя... Там как написано-то в рецепте? М? Баван. Баван. А вован. Ой, не разговаривает. Не разговаривает, а? Вот что заяца разбудили. Разбудили человека. Поднять подняли, а разбудить забыли, да? А это ты тоже делай. Это тоже пойдет. Пробничек, так сказать. Ну, еще пополам, да? Вредная Вовка. А ты краешки-то тоже оставь. Тоже с ними сделай что-нибудь. Да! Ругай тут с ним. Да. Потому что фигней страдает. Потому что жопа-то. Да, сам такой. Что не можешь делать? Траглодитное. Мясо-то не может. Все, говоришь, мясо, мясо. Сам даже мясо не можешь приготовить. Да. Сонный лебедь. Спали одинаково. Только вот он вот не высыпается. На работу ему не хочется. Да. Тебе не хочется. Тебе не хочется. Тебе уже позвонили, сказали, что все. Хватит дома шиваться. Ты хотел еще, кстати говоря, чеснок засунуть. Да, кто-то хотел, да. Вот тебе чеснок. Да. Ты засунул? Ничего не засунул. Ты много бонни сделал. Я много сделал. Я просил много. Я сказала, что это не только тебе чеснок. Мне еще. Да, мы бодрее и веселые. Зла на него не хватает. Дрыхнет. Вот так вот кара тебе мгновенная. Мгновенная кара. Да-да-да. Что ты у меня тапочками кидаешься? Они до меня долетают. Иди, делай. Готовь, еду. Еду готовь. Вкусную. Вот готовь. Ты тут у нас в грудь бил сейчас. Я повар тут. Нет. Мишлен. На, Мишлен, готовь. Да-да, тебе не надо еще. Вам, конечно, кто-то еще помнит. Я, на самом деле, лучше повар, чем ты. Лучше ты повар. Намного. Конечно. Да-да. Да. Сама тебя не похвалишь. Никто не похвалит. Поченьки, вот там в комментариях напишите, кто лучше готовит. Я или его? Я считаю, что я. Да. Себя не похвалишь, конечно. Себя не похвалишь. Ну ты-то меня вообще никогда не хвалишь. Только трескаешь, за ушами трещит. А так никогда не хвалишь. Да-да-да. Вот такой-то вредный писюн. Не знаю, как с тобой живу. Не знаю. Тебе хватит вот такой вот противень? Хватит? Не знаю. Вот такой противень хочу, маленький. Я думаю, должно хватить плотненько, если положить. Все будет хорошо. Эти бочоночки. Сеначка добавляю, да, в кастрюлю? Ну, по сути, это будет как маленькие котлетки в беконе, да? Получилось, получается, как один из кусочков. Я вот не знаю, берется, не берется вот сюда и все. Я очень надеюсь, что все уберется. Сейчас еще надо будет это обернуть в бекон, потом будет помазать вот этой штучкой. И предварительно в духовку разогретую до 220 градусов я уже поставила, чтобы она разогревалась. То есть, как прям в горячую-горячую, чтобы прям сразу как оно обдало жаром, да? Чтобы весь сок остался внутри, правильно? Правильно. Правильно, ну, все. И даем минуты. Мне кажется, не надо будет оборачивать. У тебя достаточно маленькие они получились и не раскрутится бекон. У тебя маленькие эти бочоночки. Сейчас увидим. Сейчас увидим, давай. Вперед и спесим. Бекон мы взяли в Мираторг, но это обычный бекон. Не вяленый. Ну, вот так. Не копченый. Не копченый. Хотя можно использовать и копченый. Да-да-да. Сложить пока все. Кускитель. Прям по кругу. Раз. Оборачиваю. Так вот, и дыши. Вот, и дыши. Все. И выкладываем. Это пудничек. Мне кажется, лучше вот так вот так вот. Разрезаем вниз. Это пробочек. Это пробочек. Это попочка. Старайся как-то так, чтобы он по кругу был. Заворачиваю. Можно я сделаю? Куда ты будешь соус класть? То есть ты хочешь вот так, чтобы вот они лежали? Да. Дай мне пекон. Так, больше. Они как-то. Площадь. Жаркие. Вот так вот, в смысле? Да. Вот, и клади вон туда. Плотненько. Ты пробуй только в первом году. Давай мне тоже. А может быть еще, если останется, давай если бекона много останется, а еще по кругу вот так обернем. Не надо. Чтобы весь он был в беконе. Иначе жарится, как он будет? Один бекон? Ну да, бекон будет сверху подплавляться и будет вкусно. А мясо как будет жариться? Где идти? Тогда под низ надо было что-нибудь положить. Чего под низ подплавить? Там масло надо было смазать. Надо было? Да, чуть-чуть. Вован предлагает вот так сделать. А мне кажется, было бы здорово. Ладно, когда кажется, крещится. Вован делал, ты или ты? Вован? Ну хорошо, ладно. В следующий раз я сделаю это я. Так, ладно? Ну так. Плотненько выкладываем, чтобы все близло. Сверху соус пойдет, да? Да. Такие вот, как котлетки. Не котлетки. Ну а что это такое? Как стейки будут или что это такое? Как типа. Вырезки? Стейки. Типа стейки. Рубикон-то остается. Давай сверху еще порежем. Не надо. Чтобы он подтапливался чуть-чуть. Я тебе говорю, не надо. Да. В общем, вот как-то так вот. Какой-то такой рецепт странный. Чего странного? Нет, лучше переверни. Во. Низ я немножечко смазала маслом, прям совсем чуть-чуть. Чтобы у нас сильно не горело. Видите, как у нас все аккуратненько все помещается. Как раз вот два куска. Итого у нас здесь получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так вот. Надеюсь, получится вкусно. Сейчас еще соусом это все дело смажем. Вот красота. Остатки бекона, может, все-таки это, сверху? Нет. Или давай обернем чуть побольше беконом? Не надо. Нет? Давай просто его порежем и по бокам покидай, чтобы оно как подплавилось и было вкусно. И жарилось на беконе снизу. Сколько там осталось? Один кусок или два? Два. Ну вот порежем его просто. Раз его раскидать по краям. Все. Вот так вот, симпатичный. Вот вообще, говорю, что надо будет еще прокалывать это. Но это не точно. Но это не точно. Ну, зубочистка, но, по сути, мне кажется, не требуется, потому что она аккуратненько и так все влезла. Сюда вот, дырочку. Вот. Чуть-чуть. Вот сюда. Сюда. Угу. 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 Все. У нас бекончик сейчас как раз подплавится и будет тоже подтапливать наше мяско снизу. Все. Вот так. Ну, красота. Нет, так красиво получается. Соль, перец у нас уже там есть. Сейчас еще, кстати, соус у нас же майонез и горчица. Вот и будет, я думаю, здорово. Сейчас мы это все дело смажем. Сверху. Вот так вот соус. Каждую шапочку. Да, да, да. Каждую шапочку. Вот, кстати, вот здесь один перевернутый. Заодно проверим, как будет. Духовку я уже разогрела. Вообще, есть такой рецепт с соусом барбекю. У нас соуса барбекю нету. У нас вот такой вот. Можно с любым соусом сделать. Не только с барбекю. Кому как нравится. Аван говорит, кому как нравится. Любой соус подойдет сверху. Весота. Пожирнее, Маш. Пожирнее. Не жалей. Зажалублен. Не жалей. Я просто сначала расформировал, а потом я сучил, добавлю еще. Чтобы на все хватило. Как все, блин, все, что украла. Ой. Вредный человек. Все. По-моему, красота получается. Знаете, какая прелесть. И отправляем в духовку разогретую. До 200 градусов. Запекаться. 220. На 20-25 минут. Так, ребята, смотрим, что тут с нашим мясом. Вроде неплохо так запеклось. Все практически готово. Не, слушай, ну там еще кровь. Это уже все запекшиеся. Думаешь? Это то, что из этих. Давай пробничек достанем, попробуем. Так, смотрим наше мясо. Пробничек вот он. Ну, доставай его. Ну, что-то воды как-то много. Это жир. Вот, видишь, как раз. Все, давай. Речь пробуем. Что у нас получилось? Ну, как-то вот влаги много. Хотя, может быть, это из майонеза. Из-за майонеза. Мясо должно быть мягким. Мягкое? Ну, в принципе, горячее, как говорят, сыром быть не может. Давай попробуем. Дей-ка. Вилочку. Так. Берем, смотрим. Дей-ка, пробуем. Мярко. Вкусно? Вкусно. И мярко. Ммм. Ну, все. Это у нас будет на ужин. Сейчас еще гарнишечка какой-нибудь, он салатик, и будет вкуснота. Все, ребятки, увидим с вами. На мук банке.